Всем привет! В этом обзоре поговорим про мышь. Мышь игровую от компании Defender. Defender известная фирма, про нее рассказывать я не буду. Бренд уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. Мышь называется Kill Em All, то есть убьем всех, наверное, или как еще ее маркировка, GM480L. Это проводная мышь, оптическая, с подсветкой. Данный гаджет предоставлен нам компанией DV Play. Ссылочку на их магазин найдете внизу под этим видео. Итак, приступим к обзору. Вот такой симпатично ужасный бокс. Как мы знаем, есть фирмы, в данном случае Defender тоже. Они делают коробки для мышей, как книжка. Очень удобно и практично. Вам не надо вскрывать саму коробку, просто смотрите, подходит или не подходит. При желании можете там приноровиться к руке. Ну и краткая информация, что из себя она представляет. На русском языке информация есть. Локализованная упаковка и версия мыши. Гарантия 12 месяцев. Открываем. Я ее уже вскрывал. Достаем. Упаковка тоже стандартная. Что у нас тут есть? Какие-то бонусы. Скорее всего, больше в коробке, видите, ничего нет. Да, макулатура, краткая информация. И 100 золотых бонусов или ихних рублей на кроссаут. Это игра такая есть. Можно их потратить там довольно на много что. Это для любителей. Ну, такой бонус. И сама мышка. Ну, мышка прикольная. Сейчас я раскручу шнур. Шнур длиною у нас получается, он довольно длинный. Полтора метра кабель. Позолоченный USB коннектор. Дефендер и у нас ферритовый фильтр от помех и тканевая оплетка. Ну, все плюсы, скажем так, для шнура, да? Какие еще есть, да? Мышь сама. Ножки отлично. Одна ей широк и уже хорошо. Дефендер, все есть название. Есть такая штука под названием подставка для большого пальца. Она довольно практичная, она мне нравится. То есть, у вас получается рука, когда на мыши, она касается стола и поверхности только вот этой части ладони. Остальное все у вас на мыши, даже палец. Если ее нет, у вас еще и пальцем она задевает. Довольно большая для правши. Кнопок здесь предостаточно. Сейчас я включу, она с подсветкой, я включу USB. Вот, видите, она стала переливаться всеми цветами радуги. И теперь я вам расскажу про ее характеристики. Оптика. 8 кнопок. Какие кнопочки рассмотрим? Левая, правая, широкое колесо прокрутки, которое нажимается, оно железное. Вот эти кнопки, это переключение DPI, да, скорости перемещения мыши. 1200, 1600, 2400 и 3200, 3200 DPI, это, можно сказать, практически максимальное разрешение, да. И все игры, практически все, они будут идти, ну, выбирайте, какое хотите разрешение, и на максимальное будут очень быстро все реагировать и передвигаться. Дальше, что у нас есть? Позолоченный USB-коннектор, я уже рассказал. Есть две дополнительные кнопки право-лево, то есть вперед-назад, извиняюсь, и видите, еще одна кнопочка, так называемая FIRE. В шутерах она настраивается для одиночных выстрелов. Ну, очередью стреляем этой кнопкой, а одиночные можно поднастроить, и будет именно эта, кнопкой FIRE. Также здесь у нас присутствует пять программируемых кнопок. Все настраивается через программное обеспечение Defender Game Center, да, кто не знает. Ну, у них там и редактор макросов есть, и эмуляция клавиш клавиатуры. То есть все, зайдите и там, посмотрите, это все официально скачивается с сайта Defender. Ну, при установке не надо ничего дополнительно мыши, чтобы она просто работала, загружать. Просто потом зайти надо будет вам вот в этот Defender, так называемый Game Center, и там уже более точные настройки увидите и настроите так, как вам надо. Ну, мне, если честно, понравилась подсветка. Видите, она динамичная, она меняет свой цвет, и она, я заметил, не просто цельно. Вот видите, с одной стороны она фиолетовая, здесь она такая желто-беленькая, и сейчас она будет меняться, будет меняться. Ходит она довольно мягко и легко, но у меня поверхность стола, не коврик. Если у вас еще есть коврик, то вообще все отлично и хорошо. Так, у меня там стоит очень 3200 DPI. Все работает на ощупь, вот эти, хоть и в перчатках, клавиши довольно симпатично сделаны, и вот эта штучка. Да, мне нравится, все удобно, она для правши получается. Эта мышь, ну, довольно хорошая, геймерская. Да, цена в районе 650 рублей. Я думаю, что это уже не совсем бюджет, это такой середняк, ну, по крайней мере, и по дизайну, и по функционалу, отлично, отлично. По поводу службы я не могу сказать, год гарантии, я думаю, что в течение 2-3 лет вы сможете спокойно в ней играть. Вопрос только, как вы будете играть. Один час в день, один час в неделю, либо 18 часов в день и каждый день, да, 24 на 7. Это уже все зависит от временного ресурса, насколько хватит за год. Вы можете вот так стереть ее, и она сотрется до половины. Шутка, конечно. Также традиционно прошу написать внизу свое мнение всех, кто смотрит это видео, и у кого есть именно такая мышь, либо, может, какая-нибудь модификация, там, подсвет другая, чтобы все подписчики, кто смотрит это видео, могли оценить и полностью, как бы, погрузиться перед тем, ну, в обзор погрузиться, и перед тем, как выбрать, брать ее или не брать. Я не рекомендую товары покупать или не покупать, я делаю просто обзор и рассказываю, какие есть плюсы, какие минусы. Это субъективное мнение мое личное, а вы уж сами выбирайте, стоит она для того, чтобы вы ее приобрели или нет. Ну, это касается всех гаджетов и вообще всех моих обзоров. По мне мышь понравилась, довольно цена-качество адекватная. Цена и адекватная мышка. Скажем так. Спасибо, что смотрели этот обзор. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите внизу все, что думаете. И до новых встреч. Пока.